...экологические автомобили. Там, по себе, пробег символический, но проблема, которая поднимается в этот день, она далеко не символическая, она конкретная. Вечь идет об экологии, экологии нашего любимого города. 90% всех выбросов, вредных выбросов, это выбросы автомобилей. И от того, как они будут меняться, какие новые технологии будут применяться при строительстве автомобилей, это зависит и экологическое будущее Москвы. Впервые в прошедшем году, несмотря на розы автомобильного парка, выбросы СО2 в атмосферу не увеличились, а уменьшились. Это позитивная динамика. Она связана, в первую очередь, с заменой парка машин Москвы. Город заменяет автобусы белые, покупая машины 4-5 экологического класса. Ну и москвичи стараются более 40% машин в Москве, уже добротного, хорошего экологического класса. И из-за смены парка, конечно, уменьшается количество выбросов. Кроме того, как вы знаете, мы запретили в Москве продажу топлива ниже 4-5 класса, экологического класса. Плюс в Москве завершилась модернизация в основном московского нефтеперерабатывающего завода, который сейчас выпускает только экологически качественное топливо. И мы ограничиваем въезд грузовиков, которые ходят с двигателями, допотопными двигателями. Все это постепенно улучшает экологическую экономику в Москве. Но еще раз скажу, что не только от усилий города, но и от самих москвичей во многом зависит экологическое будущее Москвы. Я благодарен всем, кто принимает участие в экологическом пробеге, который демонстрирует не только новые технологии, новые машины, но и участвует в посадке деревьев, делая наш город и чище, и краше. Спасибо всем!